Я думаю, все меня слышат. Я сейчас поделюсь уже своим экраном. Пройдусь с вами по упражнениям, которые вчера я вас попросила посмотреть. Не знаю, у кого как получилось. Правда, я понимаю, что системы нету под рукой тестовой, но мы сейчас с вами пройдемся. Значит, вот эту книгу я сейчас вам открою. Я вам задала, значит, просмотреть с третьего упражнения, какие коды айата имеет следующая авиакомпания. То есть пройдемся по той теме, которую мы с вами вчера прошли. Какие коды имеет следующая авиакомпания? Bangkok Airways и T'Hot Airways. Две авиакомпании вам даны. Вот у меня уже открыта система. И как я могу посмотреть? Значит, коды авиакомпаний. Опять-таки, как я вчера вам объясняла, от Airline, Airline Incode, и я пишу Bangkok, например. Ну, я там могу, допустим, ошибиться, там, буквки или так далее, Bangkok. В принципе, он в основном находит, приблизительно дает название. Вот так вот. Система закодировала, и ответ мой в этом задании будет двух букв в код авиакомпании. Это Папа Гольф. Папа Гольф. Я, кстати, ребята вчера обсуждали, поделиться, кто не нашел в интернете, поделиться авиационным алфавитом айата, чтобы вы его тоже выучили, авиационный алфавит айата. Значит, наш ответ будет ПГМ. Дальше. В задании, значит, ATHAT и Airways. Опять закодировано. ATHAT. Достаточно, даже первое. Ой, я же неправильно написала. Так, извиняюсь. ATHAT, да, пишется. Так. Сейчас я подключу к нам. Еще пытаются подключиться. Так, я извиняюсь. Сейчас я исправлю. ATHAT и ATHAT. Вот так вот. Вот, двухбуквенный код. Авиакомпания идет Эко-Янки. Вот он. Это ваш ответ. Дальше, декодисты следующие типы самолетов. То есть вам даны коды, equipment коды, и вам нужно их раскодировать. Это точка EDI F50. Это ваш ответ. Дальше, AB6, опять-таки, equipment decode, вот таким вот образом. Airbus. Дальше, ребята, значит, следующие авиакомпании SI и B6. Значит, в этом случае вы в обратном порядке декодируете вы в обратном порядке декодируете. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас меня слышно. Наверное, что-то случайно получилось, да. Все-все-все, отлично. Как давно у меня пропал звук. Все окей, отлично. Так, да, без звука никуда. Так, смотрите, значит, последнее, что я сделала, это закодировала город Кейптаун по заданию. В задании спрашивается, в каком, значит, регионе он расположен. Смотрите, его код CPT, Charlie Papatango. Вот он показывает, значит, ZA, и сейчас мы его раскодируем тоже. Точка LDZA. Он находится в Саус-Африке. Сейчас я почищу экран для вас. Значит, точка LDZA и ответ Саус-Африка. Так, дальше. Декодисты еще города, аэропорты. То есть вам даны трехбуквенные коды, и вы должны их раскодировать. В этом случае вы должны были написать вот эту команду. и PPT, точка SDCT Decode, или же Аэропорт Decode, Попит, Френч, Полинезия. Дальше. TTA, точка SDCT Decode, Тантан, Марокко. Далее, значит, декодируйте коды следующих стран. Это ES и LR. Сейчас нам уже осталось. Вот так, значит, точка LD, Landed Decode, ES. Это Iceland. Как видите, дальше LR. Сейчас я посмотрю, что ребята мне пишут. 0.0, так не поняла. Так, дальше. Значит, Iceland, на чем мы остановились, это у нас LR, точка LD, LR, Либерия. Следующее задание. Каким форматом можно посмотреть список всех регионов Канады? Я вчера вам показывала вот этот формат RD, который дает регионы. Мы набираем RD и двухбуквенный код страны. Это SA. И вот ваш ответ. Вы должны написать вот это, указать это. Точка RD, SA. Список всех регионов Канады. Видите, в алфавитном порядке. Скобочка, стрелочка. Мы можем листать вниз. Move down. И посмотреть... Секундочку. У нас и линейки. Секундочку я сейчас попробую отключить. Секундочку. Так. Поехали дальше. Значит, мы сейчас на 10-е. Вот кто-то спрашивал именно 10-е задание. Какой код имеет Белла Хоризонта в Бразилии? В каком регионе он расположен? Сейчас к нам еще подключаются ребята. Так, в каком регионе он расположен? Значит, мы кодируем Белла Хоризонта. Сейчас. Мы сначала с вами должны закодировать. Еще ребята к нам подключаются. Так. Набираем Беллу. Мы получили трехбуквенный код. Видите? Браво, хотель Зулу. И он рядышком показывает BRMG. И теперь мы можем посмотреть, в каком регионе он расположен. Это точка RD BRMG. И он нам показывает регион, в котором он расположен. Это минус Герас. Так. Поехали дальше. И 11-й у нас. Как вы можете посмотреть список всех аэропортов Санпаула? Для этого мы для начала, мы кодируем город Санпаула. Он дает нам трехбуквенный код. Вот он. Sierra Alpha Oscar. И далее я вчера вам объясняла, что при раскодировке города .sd.sao система выдает список всех аэропортов, которые имеются в этом городе. Вот, пожалуйста, вам ответ. .sd.sao. И перед вами список всех аэропортов, которые имеются в этом городе. Значит, вчера, если я не ошибаюсь, там было, ну, то, что я успела увидеть, ребята, в чате, было два вопроса. Один вопрос мне задали по поводу кодировки. Я только не помню, насколько я поняла, был этот вопрос. Там по начальной букве страны, города, там я точно не помню вопрос. Есть такая вот транзакция в системе, возможно, их в книгах нету, но в системах есть страницы помощи. Мы называем их help-страницы, и с помощью их можно смотреть с буквы H, slash, это означает help. На этих страницах помощи есть дополнительные команды, которых нет в книжке, которых вы не можете найти в книжке, но вы можете найти в этих дополнительных командах. И вчера то, что я объясняла, вот я на любую тему, например, decode, encode или же точка LE, я вам покажу эту команду. Вот, encode all countries beginning with R. Система на английском. Ну, сейчас, секундочку, к нам еще подключаются. Вот, есть вот такая вот команда, точка LE и на любую букву, например, на букву R. И система выдает вот вам список стран, которые начинаются на эту букву. Кто-то задавал вчера вопрос, я не знаю, он сейчас с нами или нет, но вчера вот был такой вопрос задан с начальной буквы. Можно ли поискать? Вот, пожалуйста. То есть на любую букву вы можете посмотреть, например, на букву, ну, там, S. Вот, пожалуйста, список вам стран и так далее. Точка LE, пробел и начальная буква любого, любая начальная буква. Так, и еще был вопрос по поводу, почему два экрана. Я вам сейчас объясню, почему два экрана. Смотрите, вы можете менять местами эти экраны. То есть если кому-то удобно, здесь в настройках есть, вот, расположение можно менять. Например, PNR Terminal Position. Вот, вот здесь. Alt P. Посмотрите, я поменяла, видите, теперь у меня экран интерактивный с этой стороны, с левой, а другой с правой. Я верну сейчас это место расположения вот так. Alt P. Смотрите, я вернула. Все, что мы будем с вами делать на будущем, работать, это будет вот на этом экране, где мигает. А броня, которую мы с вами будем создавать, и вся информация, будет выходить вот на этом экране. Два экрана. Можно, здесь можно всяко, по-всякому поменять расположение, сделать четыре окна, поменять цвет. Возможностей очень много. Если на будущее вы будете работать, вы все эти детали тоже мы вам покажем, потому что просто из-за того, что сейчас время немножко этот, если у нас останется время, в конце курса я вам это все тоже могу показать спокойненько. Значит, здесь, в принципе, вы можете сами тоже немножко посмотреть, там поменять цвет, если что, в будущем начнете работать и так далее. Смотрите, я могу открывать здесь дополнительно, вот видите, поля, где будет продолжение моей, например, я вот начинаю здесь кто-то что-то набирать, да, вот так вот. Я могу продолжить здесь информацию оставить, вот так вот, и здесь окошко, вот здесь поле открыть какое-то, вот так вот и так далее. Возможностей очень много. Я могу, если я смотрю информацию, поделить экран вот с помощью вот этих стрелочек на две части, вот так вот. Например, могу здесь набрать кодировку, например, вот так вот, а внизу набрать раскодировку, вот так вот. И вся информация у меня здесь на экране, это чтобы было удобно вам работать. Сейчас я уберу этот экран обратно, у меня получился один экран. Когда я возвращаю эти два экрана, эта информация у меня не уходит внизу, видите как? То есть это для удобства в работе. Вот так вот мы будем здесь работать, слева будет появляться наше бронезнение в будущем. Вы сами увидите, дай бог, в будущем. Сегодня я хочу продолжить, у нас тема новая, это расписание, timetable. В книжках вы можете это найти, значит, поедем, я вам сейчас скажу странички. Это вот глава уже вторая, воздушные перевозки, расписание, вы в книге можете посмотреть, расписание страницы 2.34, расписание timetable. Сейчас я вам буду объяснять, как вы можете смотреть расписание. То есть что это такое? Это общее расписание полетов. Если ваш пассажир будет спрашивать, есть ли прямые рейсы, по каким дням они летают, во сколько вообще вылет, прилет. Если даже есть какой-то ваш знакомый, позвонил и спрашивает, вот сегодня рейс Лондон, во сколько он прилетает сегодня в Баку и так далее. То есть это возможность посмотреть общее расписание самолетов. Как мы будем смотреть? Команда, чтобы посмотреть расписание, начинается с TT. То есть забудем про точки, все, про точки мы уже оставили в кодировках. Просто TT, что означает timetable. Дальше мы смотрим, откуда, куда летит наш пассажир. Допустим, он летит из Баку, ну, например, пусть будет Истамбул. Мы набираем пары городов, откуда, куда. Я предпочитаю всегда набирать коды городов, но вы можете набирать коды аэропортов тоже. Это зависит от вас. Если вы знаете, что конкретно ваш пассажир хочет в какой-то аэропорт, вы набираете. Если нет, вы набираете коды городов, и система сама вам выдает аэропорты, из которых они вылетают и в какие они прилетают. Сейчас вы сами увидите. Я нажимаю Enter. У меня на экране выходит, значит, информация. Информации много, так как в направлении Баку и Истамбул у нас выполняется несколько рейсов. То есть это по 4-5 рейсов Азала, по 4-5 рейсов ТК и так далее. Система, давайте разберем этот экран. Значит, я не указала дату, система показывает меня приблизительно на месяц. Сегодня, сегодня 8 апреля, приблизительно на месяц дает мне расписание. Дальше идут дни недели. Это Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Как видите, здесь почти ежедневный вылет. Показывает, из какого аэропорта. Ну, у нас один аэропорт, это GYD. Он вылетает из GADERA LEAF International. И в какой аэропорт он летит. В данном случае он в первом ряду показывает аэропорт New Istanbul. Далее идет время вылета. 0,2.20. Так, нам пытаются еще подключиться. Сейчас я приму. Отлично. Значит, 0,2.20 это вылет по бакинскому времени. Что вы знали, везде указывается местное время. То есть, если это вылет из Баку, то это бакинское время. Если это вылет из, например, из Нью-Йорка, то это ихнее время и так далее. Прилет по турецкому 04.35. Это уже турецкое время. Значит, время вылета, время прилета. Дальше он показывает код авиакомпании, с которым мы уже с вами прошли, закодировали, раскодировали. Это ТК Turkish Airlines. Двубуквенный код авиакомпании. Рядом стоит номер рейса 339. Вообще, вы всегда, если вы видите рядом с кодом авиакомпании номер, в основном это всегда flight number. То есть, это номер рейса. Номер 339. У каждого рейса есть свой номер. Так как в день он осуществляет несколько рейсов, они, соответственно, номеруются. Когда пассажир в аэропорту на табло, он по номеру рейса определяет, какой у него гейт и так далее. То есть, все рейсы у нас номеруются. Дальше. Значит, здесь у вас показан тип самолета. Далее идет тип самолета. Звездочка C. Это идет контракт между авиакомпанией и UDS. Это в данном случае Galileo.c. Ну, как бы, вот до этого вам все будет интересно, вот это все. Контракт между авиакомпанией и Galileo. Это в основном в книжке показано, какой между ним контракт. Это зависит, есть ли доступ к прямому экрану и так далее. Значит, поехали дальше. Смотрите, здесь из аэропортов есть Баку, например, вылет из Баку в Сабея Гехчан, из Гейдар-Али в Сабея Гехчан. Вылет, например, 7.45 по бакинскому времени, прилет 9.35, но уже по турецкому времени. Есть здесь аббревиатура собачки. Что это означает? Мы называем это рейс совместной эксплуатации. Кот-шер, флайт. Что это такое, я вам сейчас объясню. Это, значит, две авиакомпании, которые осуществляют рейс, делят между собой продажу. Продает и, например, ну, в данном случае он делит продажу с Туркавейлеры. Или, а нет, это я очень знаю, это рейсы Бута-Эрвейс. То есть вы знаете, что есть полеты, ну, это как бы тоже компания, принадлежащая Азала. То есть Бута-Эрвейс, это полет Бута-Эрвейс, я очень извиняюсь. Когда вы будете брать места, система вам будет уже показывать. То есть, operated by Buta-Эрвейс. Я по типу самолету уже определила, что это Бута-Эрвейс. На будущее, когда вы будете брать места, система сама вам будет писать, что operated by Buta-Эрвейс. Теперь, поехали дальше, сейчас я посмотрю, здесь еще кто-то пытается подключиться. Так, сейчас. Не слышно, меня не слышно. Не слышно, вот сейчас кто-то к нам подключился, почему не слышно, я не знаю, вроде бы, ребята, вы меня слышите? Микрофон. Микрофон у меня включен. Я не знаю, это новый, кто-то слышно, да, отлично, да, все. Попробуйте включить у себя аудио, я не знаю, почему опять меня не слышно. Так, поехали дальше, ребята. Давайте я просто возьму какой-нибудь полет, чтобы информации было поменьше, чтобы вам было понятно. ТТ, тайм-тейбл из Баку, Нью-Йорк. Я не знаю, вот эти рейсы сейчас. Вот я взяла, чтобы было поменьше информации, чтобы вам было более понятно. Значит, опять систему я дала приблизительно на месяц. Значит, расписание Баку, Нью-Йорк, прямой рейс, тайм-тейбл показывает прямой. Я вам далее покажу, как смотреть транзитные рейсы тоже. Он летает два раза в неделю. Это понедельник и суббота. Вылет из Гейдар-Алиев в Кеннеди, в аэропорт Кеннеди. Значит, вылет 0500 по Бакинскому, прилет 9.30 по Нью-Йоркскому времени. Я вам сейчас здесь покажу команду, вот прямо здесь в отдельности. Команда, которую вы можете смотреть, запишите, если у вас, конечно, есть у себя ручки. Команда, которую вы можете смотреть время, местное время в определенном городе. Это собачка ЛТ, например, Нью-Йорк. Означает local time in Нью-Йорк. Запишите для себя эту команду. Local time in Нью-Йорк. Опять пытается подключиться к нам. Так, сейчас я посмотрю. Извините, собачка что означает? Сейчас я вам собачку еще покажу в других рейсах. Сейчас, сейчас, сейчас. Не волнуйтесь. Значит, здесь собачка ЛТ означает local time in Нью-Йорк. Так, local time in Нью-Йорк. Я нажимаю Enter. Смотрите. Система мне показывает local time in Нью-Йорк. У нас сейчас с вами время 12.24, но по моим часам здесь 12.24. У всех так. Половина первого. В Нью-Йорке сейчас, ну, у них утро. Они там еще сейчас спят. 4.24 в Нью-Йорке. И система показывает вам время по гримвичу. Видите, и тесто. Это плюс наши минус 4 часа. То есть это время плюс 4 часа. Это наше время с вами. 8.24. В Нью-Йорке сейчас 4.24. Как бы, посмотрев, какое местное время в Нью-Йорке, вы можете определить, сколько часов, во сколько по-нашему он прилетает, грубо говоря. Во сколько по-нашему времени он прилетает. Да, ребята, у меня где-то 8 минут показывает. Через это время я вас предупрежу. Может быть, мы отключимся и подключимся с вами заново обязательно. Так, значит, Local Time и Нью-Йорк я вам показала. Запишите для себя, пожалуйста. Давайте теперь посмотрим, значит, 0.500, 09.30, J2, 101 рейс, тип самолета 788. Если я для вас раскодирую его, 788, посмотрите, это Boeing 787. Сейчас я вам выберу какой-нибудь полет, например, Киев, Баку-Киев. Вот, смотрите. Вот здесь тоже, вот, ребята, мы остановились вот на этой собачке. Вот полеты Баку-Киев из Гейдар-Алиев в Бориспель, аэропорт Бориспель. Почти тоже ежедневный вылет, как видите, каждый день летает. 5-10 вылет из Баку, 8.00 прилет по их временем. Авиакомпания PS, украинские авиалинии, номер рейса 602, тип самолета. Смотрите, здесь есть, что собачка J2-6602, здесь есть, что Азал тоже осуществляет этот рейс. Собачка означает, как я сказала, рейс совместной эксплуатации. Что они делают? Они делят продажу. Продает и PS, продает и J2. Обе компании продают, но летит самолет PS. Почему? Потому что он показывает собачка J2. Когда вы будете брать место, система будет конкретно вам писать, что я на будущее через экран Availability вам объясню и покажу. Она будет писать Operated by Ukraine International. Это означает, что Азал продает на своих бланках по своей цене, но летит самолет украинских авиалиний. То же самое может показать, например, собачка PS. Это означает, что будет продавать и Азал, и PS, но будет лететь, например, самолет азербайджанских авиалиний. Ну, это в основном делается, ребята, чтобы заполнить самолеты. Опять-таки, такая политика авиакомпании. Многие авиакомпании делят между собой продажу. Главное, когда вы берете такие полеты, вы должны предупреждать своих пассажиров. Потому что, имея на руках билет азербайджанских авиалиний, они подумают, что летит их самолет, а окажется, что нет. Поэтому, в основном, мы всегда предупреждаем пассажиров. Вы будете видеть на будущее, когда вы будете брать места, вы будете видеть, система сама будет писать, какой самолет летит. То есть, какая авиакомпания будет осуществлять полет. Несмотря на то, что продает, например, Азал, полетит самолет украинских авиалиний. Так, посмотрим. Спасибо большое за подробный ответ. Не за что, не за что. Главное, чтобы вам было понятно, ребята. Значит, 0,5,10, вылет, 8,45, вот последний нам полет. Он показывает, ребята, от самого раннего вылета до самого позднего. В таком порядке он будет показывать вам вот вылеты. Если мы посмотрим, я могу поделить экран на две части опять и показать вам полет обратно. Это Киев-Баку. Вот так вот. Вот у меня сейчас в данный момент на экране полет туда, в Баку-Киев, и полет обратно. Киев-Баку. Смотрите, значит, 12.30, например, самый ранний вылет, это 12.30 по ихнему времени, и прилет в Баку 16.50 по бакинскому времени. Видите, здесь тоже есть собачка с J2, опять-таки это совместное. Но это, например, я просто по типу самолетов уже знаю, что это Embraer, это наши бутарейсы. Как бы это идет как тоже компания, которая принадлежит, как low-cost carrier, которая принадлежит Азербайджанскому Вайл-Лару. Это маленькие самолеты, где нет бизнесов, я вчера, кажется, уже объясняла, но они тоже осуществляют рейсы. Так, давайте сейчас посмотрим какой-нибудь другой рейс. Я могу, кстати, ребята, я могу поставить дату, если, например, мой пассажир полетит, например, в декабре, в июне, там, летом, расписание, как вы знаете, может меняться. Ну, это зависит от авиакомпании, она может менять и выжить неделю, и месячную, то есть расписание могут меняться. Поэтому, если это дальний полет, я могу даже поставить время и посмотреть расписание на определенное время. Где-то у нас минутки 3 осталось. Если что, ребята, я очень вас прошу заново по тому же этому подключиться. По-моему, рейсы можете определить, будто начинаете, да-да-да. Вот такое 20-15, решеточка. Да, решеточку я вам тоже объясню, сейчас не торопитесь, я вам все покажу. Значит, я указываю тайм-тейбл, ставлю дату, например, любую дату, пусть это будет начало месяца, середина или конец. Если это середина, я, например, могу поставить 15-е. Например, я смотрю на сентябрь, 15-е сентября, Баку, Айвати. Айвати – это код города Анталии. Я поставлю на 15-е сентября, Баку, Анталия. Можете записать. Тайм-тейбл, 15-е сентября, Баку, Анталия. Я нажимаю Enter, и он мне показывает уже на сентябрь месяц. Посмотрите, он на сентябрь месяц мне дает приблизительное расписание. И показывает дни, там пытаются подключиться опять так. Значит, показывает дни. Вот среда, суббота. Смотрите, 16 сентября он показывает ежедневные полеты, Баку, Анталия. Вылет 7.55, прилет 10.00. Азаловский рейс, номер рейса 25, типа самолета. И так же я могу посмотреть обратно. Есть короткая команда, ребята, вы ее тоже можете записать. Короткая команда TTR, что означает Time Table Return. Чтобы не набирать вот это все заново, я могу просто набрать короткую команду TTR. Но обязательно, если я до этого набрала какую-то, потому что он от последней вашей команды. То есть смотря, что вы вызвали на экран, Баку-Москва, Баку-Истанбул. От последнего он даст вам обратный рейс. TTR, Time Table Return. Он показал вам обратно вылеты Анталии-Баку. Это команда, вот она, я вызову ее на экран. TTR, Time Table Return. Сейчас посмотрим, у нас здесь поступил вопросик. Типа RT, да, совершенно верно, совершенно верно, типа RT. Time Table Return. Значит, он нам показал Анталия-Баку. Дальше. Что еще? Смотрите, если у меня выполняет рейс несколько авиакомпаний, я могу определить только какую-то определенную авиакомпанию. Например, в Москву у меня летает несколько авиакомпаний. ТТ, Баку-Москва. Вот посмотрите. У меня летит и Азал, у меня летит и Аэрофлот, Ю-6 он мне дает. Вот, если я хочу посмотреть только полеты Азербайджан-Хавайо-Лары, я ставлю слэш и указываю на кампанию. J2. Вот так вот. Он нам показывает вылеты, значит, во Внуково, в Домодедово, значит, в разные аэропорты. И короткую команду я вам показала, да, ТТР, Time Table Return. Вот так вот. Посмотрите, когда я сделала ТТР, он уже мне вывел здесь рейсы всех авиакомпаний. Я могу добавить даже сюда дополнительно, например, только J2. Я могу сделать ТТР только J2, и он мне показывает только Азаловский рейс. Видите? От последнего, допустим, Баку-Москва, я делала опять ТТР slash J2, и он мне показывает обратный рейс и только рейс Азалов. Вот таким вот образом. Так, поедем дальше. Как вы понимаете, здесь еще, да, здесь по поводу вот этой решеточки. Сейчас ребята подключатся, я все это объясню тоже. Давайте откроем книжечку. В книжке, в принципе, ребята, у вас здесь, потом вы посмотрите, есть пояснение. Это решетка, звездочка, собачка, пояснение есть. Но я вам, естественно, объясню более подробно. Решетку вы в основном будете видеть, когда это прилет на следующий день. Ну, здесь по времени видно. 23.45 вылет, он уже прилетает под утро. 3.35 это означает на следующий день. Я вам покажу полеты, где вы будете, где вы встретите звездочку. Звездочка между временем вылета и прилета будет означать на два дня позже. Решетка это на один день позже. Звездочка это на два дня позже. Есть еще тире, это на один день раньше. Но я пока в своей практике не встречала такие полеты, чтобы стоял минус. Это в основном решетка, это прилет на следующий день. Или же звездочка, прилет на два дня позже. А где вы встретите звездочку, я сейчас вам такие полеты покажу. Такие полеты покажу я вам. Значит, вы записали, я надеюсь, все команды. Это ТТ, например, Баку-Москва. Вы можете поставить дату, если вы летите, допустим, в сентябре, в середине или в конце. Вы можете поставить 29, например, в сентябре, в Баку-Москва. Поставить дату. Если у вас пассажир летит через несколько месяцев, расписание может меняться. Вы можете дополнительно поставить авиакомпанию, чтобы система убрала вам лишнюю авиакомпанию и показала только рейси J2. Вы можете использовать дополнительную команду TTR, что означает Time Table Return. И к этой команде тоже можете также добавлять, например, только полеты СЮ, только полеты компании Аэрофлот, например, авиакомпания Аэрофлот, Russian Airlines. Вот эти команды я вам показала. Теперь я вам покажу один интересный полет. Это полет из Лондона, Сидней. Сейчас я посмотрю, что ребята мне написали. Просьба, кто может, пошлите мне книгу на e-mail. Обязательно, мы вам пошлем книжку. У нас здесь уже зафиксировано. Если Итабар нас слышит, он обязательно вам перешлет книжку. Обязательно. Ребята обязательно в соцсетях тоже поделятся этой книгой. Мы вам перешлем. Значит, полет Лондон-Сидней. Я вам сейчас покажу. Этот полет немножко дальний. Я нажму Enter. Вот он. Смотрите. Здесь полет ежедневный. Как вы видите, каждый день летает. Он показывает, с какого аэропорта он летает. Из аэропорта Хитру летит в Сидней. Здесь между аэропортами, кодами аэропортов, стоит циферка 1. Циферка 1 здесь означает вынужденную посадку. Промежуточный рейс мы это называем. То есть это прямой рейс, но самолет делает посадочку. Самолет делает посадочку. Сейчас я вам покажу команду, как мы можем подробно смотреть информацию подробно о рейсе. Посмотрите. Вот только что я вам объясняла. Вылет 21.30 по британскому времени. Стоит звездочка. И 5.10 прилет по времени, по австралийскому времени. Здесь стоит звездочка, означает на 2 дня позже, прилет на 2 дня позже. Сейчас я вам подробно тоже покажу, как этот рейс летит. Авиакомпания осуществляет рейс. Авиакомпания Брид Шервис, номер рейса 15, тип самолета 777. Как мы можем посмотреть подробную информацию о рейсе? Вот здесь у вас, в книгах, вот здесь. Вот эта команда. Я вам сейчас ее объясню. Значит, мы должны посмотреть. Он здесь делает одну посадочку. Рейс прямой. Опять повторяю, рейс прямой. Но авиакомпания делает вынужденную посадку. Вынужденную посадку. Значит, чтобы посмотреть подробную информацию об этом рейсе, я набираю ТТ, указываю авиакомпанию, номер рейса. И так как полет ежедневный, на любую дату беру. Например, сегодня 8-й, я возьму на завтрашнее число. 09 апреля. Нажимаю Enter. Подождите, сейчас. Покровно 10 апреля. 15 апреля. Наверное, сейчас что-то происходит. Да, сейчас. Подождите, ребята. Сейчас возьму какой-нибудь обратный. Есть Сидней. Сейчас я вам попробую его. Может быть, там рейс отменённый, поэтому не знаю даже. А, Би-16 рейс. Сейчас, секунду, ребята, сейчас. Давайте я вам пока по книжке, я потом рейс посмотрю. Посмотрите. Вот, например. Сейчас такое происходит. Да, 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 да. Там видно проблемы с этими рейсами. Смотрите, давайте я вам здесь объясню. Вот он раскладывает вам вот в таком порядке рейс. Рейс, значит, показывает вылет, например, вот посмотрите. Здесь, например, разложили рейс Киев 12 октября. Он тоже летит из Лондона в Мельбурн. Рейс Лондон-Мельбурн. Раскладка рейса. Значит, летит. Посмотрите, из Лондона вылетает 12.05, из терминала 3 International прилетает в Дубай. Значит, здесь не видно, но он делает посадку в Дубае. 23.15, он в Дубае. Терминал 3 International. Он летит от Лондона до Дубая 7 часов 10 минут. Он делает посадочку. То есть вот эта цифра К1 показывает, где он делает посадку, сколько времени здесь он останавливается. 1.45 у него, значит, посадка. Он находится на земле. Ground time, видите? 1.45 он находится в Дубае. Как вы видите, тип самолета тот же самый. 3.388, он не меняет тип самолета. Он летит ровно через 1.45, вылетает заново из Дубая, летит уже в Мельбурн. То есть полет у него был Лондон-Мельбурн. Он продолжает лететь в Мельбурн и прилетает уже в терминал 2 International. Он летит от Дубая до Мельбурна 13 часов 20 минут. Он показывает вам total flying time Лондон-Мельбурн 20 часов 30 минут. У него время на земле 1.45, total journey time. То есть весь его маршрут занимает 22 часа 15 минут. То есть это раскладка. К сожалению, я не смогла открыть, наверное, там с рейсами, да, какая-то этот. Я попробую какой-нибудь такой рейс найти, вам показать обязательно. Потом я просто поищу и покажу вам потом живой вариант. То есть вот таким образом, разложив рейс, вы сможете посмотреть, где он делает посадочку, как он летит, сколько времени у него на земле. Это подробные форматы. То есть вот эта цифра 1, которую вы видите вот в системе, будет означать, посмотрим, этот Лондон-Мельбурн, есть ли такой полет. Вот здесь тоже есть циферка 1, но тут только по средам. Давайте попробуем на следующую среду. У нас здесь, кстати, ребята, есть календарик. Кому удобно, он может вытащить в Tools, есть календари. Вот таким вот образом вытащить календарик, на экраны пользоваться им. У нас сегодня 8 число, среда. Мы посмотрим на следующую среду, на 15 число. Сейчас все так туго. Давайте посмотрим вообще на май, на 13-е. ТТ, Киев, 10-й рейс. Давайте посмотрим на 13-е мая. 13-е мая. До какого числа там интереснее трейс? Давайте посмотрим еще дальше. На июнь. Давайте посмотрим на 10-е июня. Вот, на 10-е июня он нам дал. Получается, апрель-май нет рейсов. Ужасно, конечно. Так, смотрите. Вот он разложил нам рейс Лондон-Мельбурн. Посмотрите, он нам показывает. Давайте я вам еще раз вот внизу здесь просто вот так вот сделаю. ТТ Лондон-Мельбурн. Вот этот полет. Вот его он показывает, промежуточную посадку 1. Видите, вот эту посадку мы не знаем. Мы раскладываем и смотрим, как он летит. Он показывает 12-10 вылет из Лондона, прилет 18-55 в Мельбурн. Вроде смотрите, какое время. Но как будто бы, смотрите, 12-13-14, несколько часов. На самом деле там больше. Просто это разница во времени. Везде местное время указано. Поэтому, смотрите, мы смотрим, как он вылетает. 12-10 по лондонскому времени, терминал 3 International. Он делает посадочку. Пер, давайте раскодируем его, ребята. Давайте раскодируем. Точка сиди. Если вы не знаете, вы можете раскодировать. Видите? Город в Австралии. Вот он. Где он делает посадочку? 11-55, он прилетает на следующий день. Решетка означает на следующий день. 16-45 по времени австралийскому. Час 30 он находится на земле. У него время, где он останавливается. Но в основном на дальние полеты они делают остановку, чтобы, наверное, добрать топливо. В основном это из-за того, что дальний полет. На самом деле он не летит более суток даже. Он, смотрите, у него тотал время занимает 21 час 45 минут. То есть это менее суток. То есть это не 24 часа. Но прилетает через 2 дня, так как там разница во времени. Разница во времени. Через 2 дня, через день разница во времени, потому что там имеется. Тип самолета 789. Смотрите, он вылетает из 4-го терминала D, domestic. То есть это уже внутренний рейс в Австралии. Из domestic flight он вылетает, уже летит в Мельбурн. Там всего 3 часа 30 минут. Значит, полет у него 20 часов 15 минут. Время на земле 1 час 30. Тотал время у него занимает total journey time. То есть весь его маршрут занимает 21 час 45 минут. Вот вся раскладка вашего рейса. Бывают очень интересные такие рейсы, где он может делать, например, даже и две остановки. То есть любой рейс, если вам интересно, если вообще-то пассажир должен знать, как он полетит, что, если вдруг самолет сядет, чтобы у него не было паники. И поэтому вы будете смотреть и раскладывать для него вот этот маршрут. У нас, я знаю, из Баку, я вот неоднократно говорила с агентами, да, на занятиях. То есть у нас были рейсы такие. Вылетали в Гатар-Эру и скажут, что осуществлял, ИТК осуществлял. Они делали просто как бы не то, что вынуждено, они добирали пассажиров. Они летели, добирали пассажиров и летели дальше. Были такие рейсы. Это прямые рейсы, но они с посадочкой. Но они с посадочкой. Что тут, девочки? Да, на июнь, до 30 мая нет. На сентябрь показывать, вы посмотрите. Да, да. К сожалению, на апрель и май у нас полетов нет. Ну вот, мы нашли вот этот полет. Я вам показала. Теперь, что у нас осталось, ребята? По тайм-тейблу. Значит, мы с вами посмотрели все прямые флайты. То есть тайм-тейбл показывает в основном... Если ваш пассажир спрашивает, есть ли там определенные полеты, например, летите туда-то, туда-то, вы можете по тайм-тейблу посмотреть прямые рейсы. Но тайм-тейбл еще может вам показывать и стыковочные рейсы. Стыковочные рейсы вы можете посмотреть с дополнительной командой. Ну, например, давайте посмотрим, вот есть ли у нас полеты в Рим. Давайте сначала закодируем Рим. Код у него ROM. Нашли его. Пассажир спрашивает, есть ли прямые рейсы в Рим. Мы смотрим в боку Рим. Смотрите, нет прямых рейсов. Он нам пишет no flight items. Я понимаю, что в Рим нет прямых рейсов. И сразу после этого я набираю команду tt.c, означает timetable with connection. То есть здесь уже он вам будет показывать возможные пересадочные рейсы, то есть транзитные рейсы. Если нет прямых, я прошу систему показать мне рейсы со стыковочкой. Нажимаю Enter. Посмотрите. И система будет вам показывать все возможные транзитные рейсы, все возможные рейсы с пересадкой, как можно полететь в Рим. Вот, например, в первом он нам показывает через Франкфурт. Баку-Франкфурт, Франкфурт-Рим. Это трехбуквенный код аэропорта Рима. Осуществляет рейс компания Lufthansa. Через показывает, через, если я не ошибаюсь, это Malpenza, да? Давайте раскопируем. MXP. Да, Итали. Значит, вот так вот. Дальше. Тут всевозможные рейсы. Через Париж он нам дает. Есть еще информация. Мувдаун мы делаем. Он нам показывает еще через Лондон. Вот, ребят, смотрите, через Лондон дает. То есть все возможные транзитные рейсы. Информации очень много. Мы можем листать и смотреть, как мы можем полететь в Рим с транзитом. Естественно, он нам дает через Стамбул. Посмотрите, авиакомпания Turkish Airlines. И так далее. Вы можете вот так пролистывать и смотреть. То есть, timetable показывает нам прямые рейсы, но мы можем смотреть. Если я знаю заранее, что в Рим нет прямых рейсов, я могу сразу набрать ct-back-rom.c. Вот таким вот образом. И сразу система мне выдает все транзитные рейсы, которые летят в этом направлении. В этом направлении. Например, давайте посмотрим, какие, например, рейсы еще. Ну, например, ТТ, Бак. Куда мы посмотрим? Посмотрим. Давайте. Ну, например, в Мюнхен. Смотрите. В Баку-Мюнхен тоже у нас нет прямых рейсов. И поэтому я могу сразу после этого сделать ТТ.Си. И он мне показывает возможные транзиты. Он будет показывать вам самые удобные транзиты. Поэтому он дает вам, смотрите, в первую очередь он дает, во-первых, самый ранний. Это через Франкфурт. Это хорошая стыковка. Посмотрите, давайте разберем время. 4.20 прилет по бакинскому, вылет по бакинскому времени. 7.30 он прилетает во Франкфурт. Через, ну, можно сказать, через 2 часа он вылетает. 9.15 по, опять-таки, по времени немецкому. И прилет 10.10 в Мюнхен. Сейчас посмотрим, какой вопрос у наших контрактов. Что означает СИИБИ? У вас в книжках, ребята, ну, я вам честно скажу, что в работе, конечно же, агентов, это завтра вот уже в теме availability. Я думаю, сегодня мы не совсем успеем это все пройти. Я вам там покажу, там есть тема, вот, это вот уровни участия перевозчиков. Там объясняется подробно, что означает буковка СИИБИ. Ну, как бы, агентам это не совсем, как бы, может быть, и интересно, а может быть, и нужно это в основном. Доступы, как бы, он, это индикатор доступа. Какой доступ имеет авиакомпания в систему GDS. Вот здесь на странице 2.38 он рассказывает о уровне доступа перевозчикам. Так, значит, посмотрите, он даже нам трейн показывает, это РНР, это он показывает нам трейн. Так, то есть, то, что я вам хотела объяснить по тайм-тейблу. Давайте я посмотрю, есть ли есть хотя бы, что вы дома поработали. Насколько я знаю, здесь упражнений нет. Мы можем с вами, значит, перейти, у нас есть время, мы можем с вами перейти уже на следующую тему. Это экран availability. Я думаю, начну сегодня и завтра, если мы не успеем, я завтра обязательно продолжу. Экран availability. Я вам покажу тоже экран наличия мест, как выглядит экран наличия мест. Ну, расписание, смотрите, ребята, расписание вы будете прибегать в основном, чтобы посмотреть, по каким дням летает, во сколько вылет, прилет и так далее. В основном, ну, дай бог, вы начнете работать, вы будете все работать с экрана availability. То есть, с этого экрана начинается, значит, бронирование, бронирование, значит, мест и так далее, и все подобное. То есть, этот экран вы будете использовать больше всего. Это экран наличия мест, экран availability. Как мы будем смотреть с вами полеты? Все будет начинаться с буковки A. Я вам скажу, что где-то в конце минут 10, да, я обязательно оставлю вам сегодня на вопросы, обязательно мы с вами пообщаемся. Вчера как-то так мы не успели. Значит, экран availability. Здесь все начинается с буковки A. То есть, команда идет с буковки A. Мы обязательно должны указать дату, когда летит наш пассажир. Но, учитывая, мы не можем брать, значит, июнь, май, апрель, давайте возьмем уже июнь месяц. Ну, например, 10 июня посмотрим. Я указываю дату, вылет Баку, Истамбул. Значит, команда A. 10 июня, Баку, Истамбул. Да, здесь, конечно же, посмотрите. R, 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 R. Здесь места. Давайте посмотрим на сентябрь, ребята. Опять-таки, Баку, Истамбул. Пока места так. Ну, окей. Значит, смотрите. Это экран наличия мест, экран availability. Он, как вы видите, очень такой яркий, интерактивный. Давайте его разберем. Во-первых, система номерует вам по строчкам все полеты. Система будет показывать вам все прямые, возможные прямые рейсы, начиная от самого раннего и дальше всевозможные транзиты, всевозможные транзитные рейсы. Ну, если, например, нет места, вы не можете полететь вот этим прямым рейсом, у вас всегда есть возможность полететь обязательно там транзитом. Давайте разберем первую строчку. Во-первых, все яркое, посмотрите. Разноцветное, яркое, интерактивное. Я вам раскрою один секрет, что здесь все кликается, и вы можете кликнуть и просто посмотреть и раскодировать. Посмотрите, он раскодирует, вам пишет Эйдар Алиев Интернешнл, видите? Дальше я нажимаю на Истамбул, он раскодирует и показывает, какой это аэропорт. Кого-то, видно, выбивает периодические системы. Посмотрите, я нажимаю, он показывает, какая вы компания. Когда я нажимаю, даже прикладываю мышку, система уже выдает мне, сколько он летит, какой терминал. Посмотрите, вот, я нажала, он показывает мне Total Flying Time, 3 часа 15 минут полета. Это на самом деле очень удобно. Но не будем говорить, что зачем мы изучали кодировку, потому что кодировку все равно вы должны знать, как это кодируется, раскодировывается. Но система, видите, вам очень легко дает подсказки. Значит, смотрите. На тип самолета он будет вам выдавать наличие места и показывать самолет, какой самолет летит. Видите, он даже карту мне самолета открыл. Смотрите, помните вот эту собачку, мы только что с вами разбирали. Когда я нажимаю на саму собачку, он мне показывает, оперейтед эрлайн, какая вы компания здесь, какой вы компания, он оперейтед, видите? Так. Дальше. Например, на места я не буду нажимать, так как он будет брать место. Вот тип самолета Embraer 90, это вот Бута, самолетик у нас, видите, он карту мне открыл. То есть экран интерактивный, и все кликается. Начнем с первой строчки. Значит, он показывает вылет Баку, полет в Стамбул, время вылета, опять идет время вылета, время прилета и везде местное время. Авиакомпанию показывает. Рядом, как всегда, номер рейса, ребята. И вот пошли классы. Он дает нам классы бронирования. Классы бронирования я вам тоже объясню, как он вам раскладывает эти классы бронирования, как в будущем вы их будете определять. Тип самолета. Опять идет у нас буковка контракт между GDS и авиакомпанией. Буковка Е здесь означает электронный билет, то есть на рейсе электронный билет. Но у нас в основном сейчас все билеты электронные. Эта буковка Е означает электронность билета. Если мы возьмем второй полет, это Баку, уже Сабия Гехчан, вылет 4.55 по бакинскому, прилет 0.7.00 по турецкому времени. Оперейтед анадолу джет, такая рейс 7703 и тип самолета. Классы тип самолета и так далее. Самое интересное в экране Availability, ребята, это вот эта буковка B, вот эта буковка B, что она означает, я вам сейчас покажу. Эта, значит, буква вас переводит на экран в брендовых тарифах, мы их называем брендовыми тарифами, мы их называем Family Fair, это тарифы. Здесь экран, давайте я сейчас нажму и покажу вам. Значит, выходит вот такой вот экран, это идет информация о классах, о рейсе, на каких классах, что предоставляет авиакомпания, включен ли багаж, включено ли питание и так далее. То есть это очень и очень удобная вещь, вам не нужно заходить на сайт авиакомпании, вам не нужно звонить куда-то, вы просто нажав эту буковку, вы видите подробную информацию об этом рейсе, что на этом рейсе включено. Вот смотрите, я вам сейчас переведу ее на матрицу, и в матрице вообще очень удобно, и значками, смотрите, например, значок Wi-Fi, он всем понятен, значок вот питания. Смотрите, если есть на рейсе Wi-Fi, он будет показывать его, например, если зелененьким, то это бесплатный Wi-Fi, но этого, к сожалению, нету. Так, если стоит АЗН, то эта услуга есть, и она платная, если зеленая, то это существует, и это бесплатно. Кристика означает этого нет, например, Wi-Fi нету на рейсе, например, питание вот здесь по определенным классам, они классы делят на определенный, на бута-баджет, бута-стандарт, классик и так далее. Смотрите, вот, например, питание здесь есть, оно платное. Дальше вниз пойдем. Вот здесь, например, в бизнес-классе, вот смотрите, в бизнес-классе это все бесплатное, видите? Потом, вот это кресло, Pre-Resort Seat Assignment, это что такое? Это, если вы хотите предварительно забронировать место, то есть где будет сидеть ваш пассажир, вы можете это сделать, вот на определенных классах это платное, на определенных это бесплатное. То есть вот эту всю подробную информацию вы можете посмотреть с помощью этого экрана. Это очень и очень удобная вещь. Я вам дали, покажу потом еще на иностранных рейсах, он даже делит это под классом, показывает. Давайте, ребята, сделаем так. На этом этапе я, значит, делаю, значит, паузу. Завтра я вам продолжу объяснять экран авиалабилити. Я предоставлю сейчас возможность минут 10, мы с вами пообщаемся, я сейчас открою ваши микрофоны, мы с вами пообщаемся, посмотрим. Завтра обязательно я вам покажу, как классы вы будете смотреть, бизнес и экономы, я объясню все это подробно. Давайте сейчас я вам подключу микрофоны и послушаю немножко вас. Спасибо, на ответ, скалил заранее выбрать к вам. Да, конечно, конечно, есть. Сейчас давайте я вам сейчас включу микрофон, и, ребята, анмьют я делаю вас. О, добрый день, здравствуйте. Ребята, я слушаю вас, давайте, задавайте вопросы. У нас где-то минут 9 на наши вопросы. У кого какие вопросы? Ребята, давайте. Нет вопросов у вас? Ситмят, да, есть в Галилео, вот Фарида Ханом пишет, Фарида, да, есть ситмят в Галилео, вот, когда мы нажали, он сразу перевел нас на ситмят. Сейчас я вам покажу. Да. Да. Да, да, у кого есть какие вопросы, давайте. Ребята, не стесняйтесь, какие-то вопросы есть, задавайте. Да, 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 я вот предоставила возможность сегодня по вопросам, вчера просто так мой лес сказал. Вот, посмотрите, вот этот ситмят, и мы можем бронировать в любое место, то есть пассажир уже знает, где он будет сидеть. В каких-то определенных, значит, рядах он платный, в каких-то определенных рядах он бесплатный, мы можем это спокойно бронировать через Галилео. Вот видите, я уже прикладываю мышки, и он пишет фри сит. Видите, он пишет фри. То есть мы можем бронировать обязательно, отсюда вы можете заранее бронировать для себя, для своих знакомых, для своих... А платные места как-то вы пишете? Мы можем на место сделать платное. Да, конечно, можно, можно. Платное место можно, можно выписать, спокойно бронируется, и причем в Галилео это очень удобно, очень и очень удобно делать. Мы сейчас вот как раз с коллегами обсуждали, у нас будут, ребята, обязательно еще дополнительные курсы для уже работающих агентов, как выписать AMD, как выписывать платные места. Обязательно на эти онлайн подключайтесь, темы будут даны, если вам эти темы тоже интересны, подключайтесь, там будут объясняться выписка платных мест, выписка AMD и все остальное, и все разные интересные темы тоже будут. Так, да, не за что. Сдавайте, ребята, вопросы, у кого какие вопросы? Эльдихан, команда игнора как вам отдаются, там как из-за, я просто не знаю. Да, мама, пройдя. Смотрите, дело в том, что так как мы с вами не делали ничего такого, чтобы что-то игнорировать, я поэтому команду даже еще не использовала, команда игнора в Галилео уйдет просто ай, с буковкой ай, вот так вот, игнорировать. Но так как я не брала, я просто, все, что мы до этого с вами проходили, это была просто информация, и мы ее просто игнорировать. Игнорировать ее даже не стоит, потому что когда я смотрю информацию, мне ее не стоит игнорировать. Я просто делаю буковку ай, и все. Очищу я для вас экран фонфориста. Вы знаете, вы должны игнорировать, ребята, в то время, когда вы взяли какое-то место, хотите отпустить его там, или там у вас висит бронирование. Вот в это время вы делаете игнор. А в остальных других случаях, когда вы просто смотрите информацию, например, там, в расписании и так далее, игнор делать не нужно. Эта информация просто само собой входит, и все. То есть там у команды игнора нет необходимости команды игнорировать это все. Вы мне скажите, кто здесь, вот у нас сейчас 27 человек, кто из вас уже работающий агент, и сколько вас? По системе Галилеев или как вообще? Вообще, уже вот работающие агенты. Я работала в Анастасии. Так, я, отлично. Я тоже. Отлично. То есть я вам скажу, что для работающих агентов, конечно же, это все как-то попроще, да? А для новичков это как-то сложнее бывает, поэтому. Согласна. Ну, на самом деле, у нас дальше все пойдет все интереснее и интереснее, вы сами увидите. Мы так все только начали, я буду обязательно объяснять вам тарифы, как они используются, как читать правила тарифов и так далее. Ой, да, да, отлично. А в Галилею есть тики-ченджер, как вам о Деусе? Что? Еще раз можно повторить вопрос? Тики-ченджер, как вам о Деусе, есть такая компания? Да, 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 у нас есть, конечно, у нас две программы, две программы тики-ченджера, то есть это уже для профессиональных агентов. Обязательно у нас будут дополнительные курсы, как они работают, эти ченджеры, обязательно мы вам будем показывать. Следите, вот, следите в соцсетях, рекламы будут идти, и мы будем все это показывать. Так, ребята, вам понятно то, что я объясняю? Мне очень важно ваше мнение, понятно ли вам все, что я вам объясняю? И восьмое, это когда сегодня мог. Мне только пятый. Отлично. Да, все, отлично. Мне просто интересно, ваше мнение понятно или как. Обычно я привыкла, я смотрю, вижу своих вот этих, там, по глазам понимаю, что понимают или нет. Да, все очень доступно, спасибо. Спасибо вам большое. Я очень рада, что сегодня тоже нас немало людей подключилось. Я завтра обязательно вас жду, ребята. Я опять-таки предоставила сегодня побольше времени на вопросы. Завтра мы начнем заново по, значит, экрану availability, я продолжу завтра, покажу вам все, как там берутся места и так далее. Обязательно, если мы не успеем на этой неделе, мы продолжим на следующей неделе, и далее я вас проинструктирую, что и как будет. Спасибо вам, спасибо, спасибо, ребята, за уделенное для нас время. Спасибо, что вы до конца прослушали, все это просмотрели, спасибо вам огромное. Я желаю вам всем удачи, я желаю вам хорошего дня. Завтра жду вас в то же время. Посмотрите в книжке, если будут вопросы, обязательно задавайте. Завтра минут 5-10 опять-таки я отвечу на ваши вопросы. Желаю вам хорошего дня, всего хорошего. Завтра. Дай Бог, мы в скором времени уже увидимся вживую. Я очень жду, чтобы это все так быстро произошло. Завтра в 12 обязательно, завтра жду вас. Пожалуйста, пишите сюда еще, кому нужна книжка, в соцсетях книгу обязательно ребята выставят. Потом вчерашнее видео, ребята, я не помню, вначале я сказала или нет, вчерашнее видео уже, кто не успел, уже выставлено. В ютубе вы можете посмотреть, в соцсетях ребята выставят. Вы можете посмотреть заново вчерашние, значит, уроки. Мы будем сокращать это видео, монтировать и ставить их для вас в соцсетях. Всего хорошего, увидимся завтра.